Так, ребятки, занимаюсь. У меня уже вечер, вечером занимаюсь перцем. Короче, взяла я лоточек, уже собралась насыпать земельки, засыпать туда эти семена. Перца этого сладкого, покупного, болгарского, с рынка, да? Блин, нет, я привыкла их проращивать, чтобы зря не использовать землю. Поняли? Вот, я их сюда вот замочила на ватные диски, налила водички, то есть их хорошо пропитала и все. Дальше я сей... Подожду, посмотрю. Дальше я сею перец острый, но как у меня перец хаски очень хорошо взошел, вот, самый первый перчик, который я сеяла, но я его замачивала прямо в перекиси. Смотрите, это у меня острый перец, вот здесь вот в рюмочку насыпала, тут немного семян. И я вот так вот, буквально, вот, чуть-чуть налила, перекись водорода трехпроцентная в обычной аптеке. И я засекаю время, я их оставляю на 20 минут. Так, сейчас вот 18-10, все, 18-30, я их не промываю, ничего, просто водичку их сливаю на сито, и все. И дальше укладываю во влажный спонжик. Все, и дальше оно, это самое, жду, пока они проклюнутся, только тогда сажаю. Хотя мне написали, что вот этот вот сладкий перец, вот, у меня, ребята, посчитала семена, из них там три было пустых, 135 штук. Вот, на одном спонжике, и вот он, на втором спонжике. 135 штук, прикиньте. Вот, ну, посмотрим, что будет. Пусть лежит. Ну, этот пока пустой спонжик, через 20 минут я так самое, беру так лоточек, смотрите, пакетик вот так вот заворачиваю, и все, ставлю, желательно, в тепленькое место, на проращивание. Вот, а вот этот перец, который я, вот они, две пачки, собственно, который я сеяла, ой, все, черный белый, это не пассивный гривен, который, и калифорнийское чудо, ребят, ни чудо никакого не случилось. Он лежит у меня уже две недели. Ничего. Ничего. И он вообще какой-то, видите? Но он изначально, какие-то семена серые были. Но я только что взяла одно зернышко, сюда раздавила, там есть сердцевинка в них. Я уже землей запачкала. Смотрите. Какой-то, мне кажется, некачественный. Короче, он не прорастает. Ну, пусть до последнего лежит. Мало ли, грубо чудо. Ну, представьте, а если бы я посеяла в землю, и он не зашел, и шел у меня. Я ждала бы, ждала бы, ждала бы. Ну, такое. Так. Спросите, зачем мне столько перцев? Ну, не знаю. Видите, вот, два посеяла, не всходят. Вот сейчас следующий. И вот же ж я купила три. Тоже надо сейчас найти какую-то тару и тоже в три спонжика замочить. Главное, ничего не перепутать, наверное. Хотя, мне кажется, знаете что? Вот эти вот все вместе, потому что это купленные в Авроре, сорта по-любому, наверное, не совпадают. Мне кажется. Может, их все вместе перемешать, и все вместе этот самый. Просто подписать красный, болгарский, сладкий, не знаю. Хотя можно и заморочиться отдельно. Сейчас посмотрим. Все, ребятки, я эти три сорта из Авроры смешала вместе. Ну, решила так. Они примерно одинаковые перцей. Пусть будет так. Вот. И этот самый. Тоже их замачиваю в перекиси. Можно еще хлоргексидин также использовать. Ну, чуть-чуть, это будет достаточно. Чтобы экономно. Они даже слегка начинают на первой стадии, можно наблюдать такое. Вот здесь вот уже происходит такое слегка. Я иногда перемешиваю. Слегка происходит шипение. Это нормально. Во-первых, они обеззараживаются. И гораздо быстрее прорастают. У меня перец хаски пророс, ребята. Сейчас, где моя тетрадь? Я его именно так замачивала. Так, ось, 16 февраля. Перец хаски на проращивание. Это самое. А уже 21 февраля, я уже посеяла в землю, он проклюнулся. То есть, 16, 17, 18, 19, то есть, трое суток, получается. За трое суток у меня проклюнулись семена, представляете? Поэтому, как делать именно так, может быть, то просто-таки супер схожие семена, а может, помогла именно перекись. Поэтому делаю, потому что тот перец, который у меня не проклюнулся, вот я вам показывала, да, сейчас в этих двух спонжиках, я не использовала, еще раз говорю, перекись. Я просто так замочила. Может, в этом дело. Все, пусть лежат. И его на два спонжика сюда. Примерно сорта одинаковые, я их просто где-то на отдельную грядку помечу, что аврора семена. Ну, упаковочки, на всякий случай, я сохранила. А что там, один этот, типа колобок такой, кругленький, а два похожих, а два похожих. Все. Пусть постоит. Ну, а эти на пять минут дольше. Положим на проращивание. И, ребятки, как раз показываю вам, в каком состоянии, в каком виде у меня уже перец хаски. Вот, вот так вот выглядит. Смотрите. Вот такие вот дружные исходы. Чуть-чуть головочки повернули, потому что солнышко сегодня же было с одной стороны. Я кручу их периодически. Вон, видите, они сюда заглядывают. Уже выпускают настоящие листочки. Видите? Вот такая вот у меня рассада перца хаски. У меня их три контейнера таких. Итого 85 штук. Вот. Один раз я их полила вот таким вот удобрением. Покупала просто в Авроре, ребята, для рассады и замачивания семян. Кстати, тоже подходит, можно замачивать. Органа минеральная Доброго для всех выйдет в Рослейн. Вытяжка с низиного торфа. Вот. То есть здесь указано 2 столовые ложки на 1 литр воды. Но я использовала 1 столовую ложку на 1 литр воды. Вот так вот. Думаю, они... И так вот земля. Это скупленная с магазина. Тут же тоже торф. Как бы она на основе торфа. Поэтому я так чуть-чуть... Не знаю. Зря они, зря. Но в итоге они в хорошем состоянии. Они не этот самое. Ну не знаю. То, что может быть... Или они желтоватые. Чем мне кажется. Или нормальные. Не должны быть они темнее. Ну короче. Как-то так выращиваю. Единственное, что нужно рыхлить. Вот. Самая дежурная пинцет. Как раз я семена им сажаю. Поняли? И вот им же можно вот так вот. Только аккуратненько. Немножко земельку порыхлить. Аккуратно. Вот буквально так между рядами вот так пройтись. Взрыхлить. Чтобы воздух удать. Как говорится. Чтобы она не закоксовывалась. Я недавно поливала. Земелька такая слегка влажная. Вот. Вот так достаточно. Сильно не надо. Так-то грунт рыхлый. Я могу так повредить. Все. Вот такой у меня перчик. Будем выращивать. Ну и ребята. Вы просили в комментариях показать питунью. Да. Это моя ошибка. Выращивание питуньи. Ребята. Это не питунья. Это называется темный, темный, густой лес. Вот шо мы не теперь. И у меня вот таких вот три чеплашки. Говорили мне, писали мне вернее. Что Юля посади там треть упаковки. А Юля думает. А что там 8 гривен стоит. Все посеяла. А она вот так вот дружно. И тем более, ребята. Зашла ровно за двое суток. Двое суток и уже стояли этот сам. Но если тут присмотреться. И разобраться. То тут уже есть настоящие листочки. Но что с этим делать. Ребята. Шо манеру быть. У меня есть стаканчики. У меня есть вот такие. Сейчас покажу. Стаканчики. Но смотрите. По одной растюшке. Там в Аброле тоже покупала. Смотрите. Они чуть-чуть мягковатые. Но вполне годятся. То есть их здесь много. Но по одной растюшке. Есть вариант. Я уже думала взять. Уцей. И пинцетом лишнее. Ну лишнее это штук 100. Пинцетом просто повыдергивает. Но мне кажется, я могу повредить соседние. Потому что они уже просто переплелись. Дальше еще я что думала можно. Аккуратненько вывалить их. Какие там корешки? Оно и не видно корешку. Аккуратненько вывалить. И посадить пучками. Пучками. То есть вот этот горшочек. Так его назовем. Разделить на, например, там 10 горшочков. Поняли? Что мне делать? А мне писали. Юля, что ты сделала? Думаю. Ну, а я так себе подумала, что по-любому все не... Мне раньше писали, что очень тяжело. Петунья это трудно всхожие, туго всхожие. Не всходят, не всходят, не всходят семена. И я так посеяла. Я так думала, что они все не взойдут. А они зашли все. Это обычная петунья, ребята. Это не какая-то сортовая. Я вам сейчас покажу упаковку. Смотрите. О, все. Даже написано, что я 1 февраля сеяла их. 1 февраля? А в тетрадке что написано? Что, уже так быстро время прошло? А ну-ка. Да. 1 февраля. И написано у меня взошли 3 февраля. Это вот такая вот. А, 8 гривен. Ну, все. Цена написана. Вот такая смесь разноцветной петуньи. Вот такую вот я посеяла. И взошли все, представляете? Я думаю, что вы мне напишите в комментариях, что мне с ней делать. Потому что выглядит она вот так вот. Ну, 2 щеплашки, я думаю, что можно, в принципе, и выкинуть, наверное. А вот хотя бы с одной что-то сделать, что-то получить. Как микрозелень какая-то, да? Смотрите. Прикольно. Выглядит прикольно. Дать, может, ласки покушать, что она не будет есть. Ну, раз уж я вам начала все показывать, то показываю еще. Так, это у меня, ребята, это поддон кошачий лоток. На даче нашла, помыла его. Ну, что делать? Надо же какие-то. Это у меня базилик. Так, где-то в упаковочке я потеряла, но не суть. Это базилик фиолетовый. А кто из них фиолетовый? Вот этот, по-моему, фиолетовый. Это базилик зеленый. Ну, два разных сорта. Сейчас я вам скажу. Сколько дней ему, этому базилику. Так, 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 базилик. Ребята, ровно двое суток ушло до того, как он зашел. Но условие здесь такое. Я так выращивала и в прошлом году. Я семена вообще не присыпала землей. Вообще. То есть, я насыпала земли. Ручка вот так вот утрамбовала. Ну, так слегка. Вот. Полила хорошо. Посыпала семена. У базилика довольно-таки мелкие семена. Я их посыпала. Вот. И вообще сверху землей не засыпала. Единственное, что я сделала, я прям эти семена взяла и вот так вот рукой еще раз чуть-чуть примяла, чтобы они соприкасались хорошо. Не просто лежали, а соприкасались прям хорошо с землей. Все. Сверху вообще никакого засыпания. И уже через сутки они были набухшие. И через двое суток уже были маленькие растюшки. На данный момент возраст этой рассады. Так. Так, так, так. Возраст этой рассады. Вот как она взошла. Двое суток. Вот. Вот так вот она выглядит. Ну, вам, наверное, не видно. Я далеко показываю. Я вам сейчас могу вот так вот сделать. Вот. Двое суток. Это базилик. Но вот они, семушки, лежат. Видите? Не все проросли. Я сыпала. Но вот этот, видите, проключивается. Ну, про этот самый. Господи. Проключился. Господи. Слово вылить. Проклюнулся. По-украински проключилась, да? Проклюнулась. Потом вот еще. Семушка. Видно, что проклюнула. То есть оно еще что-то, да, да, вон там выскакивает. Вон. Видите? Зелененько торчит. То есть еще будет больше. Вот. Ну, я знала, что они все равно не все как бы сходят. И так вот уверенно посыпала и все. Тоже в одну сторону головушки наклонила, потому что солнышко светило. Завтра я сейчас поставлю уже вот так вот. И утречком они будут сюда клониться. Вот так вот я выращиваю базилик. В прошлом году точно так же выращивала. Это зелененький. Поменьше. Я, вы знаете что, ребята, я не весь базилик. В прошлом году я больше сеяла. Не весь посеяла. Я все-таки хочу еще раз попробовать посеять его в грунт. Хотя в грунте вот у меня не получается, когда я в грунт открытый сею. Вот. Всегда, вот, вернее не всегда, а в прошлом году впервые получилось через рассаду. Вот. То вообще труда не составляет. Абсолютно. Я говорю, двое суток и вот уже он стоит. Вот. Но мне все же интересно, почему у меня в открытом грунте не растет. Поэтому я две пачечки оставила. Хочу попробовать посеять в грунт. Так, все, убираю. У меня там целый стол стоит под окном. Ребята, полные рассады разные. Это ж не все, что я вам показала. Я вам показала, например, один перец. У меня три лотка. Ну, поняли, да? Все. Острый перчик в перекиси полежал. Теперь я его сюда вот отправляю прям на спонжик. Я запомню, что тут острый именно перец. Ну, пока что я запомню. Потом уже, когда буду его сажать, то этот самый, помечу тару. А пока нет. Потому что я знаю, что тут в больших спонжиках этот покупной перец. Вот. А здесь будет остренький. Вот так его немножко разы тут самое. Ой, посмотри. Разложу. Ну, прям не каждую отдельно, а так. Вот. И накрываю сверху спонжиком еще. И чуть-чуть набью водички. Ребята, я прям из чайничка использую. Она мне такая еле-еле тепленькая. Добавляю водички. Все, сейчас она намокнет. Чтоб тоже не плавало, а вот мокренько было. Все. Мокренько достала. Так немножко придавила, чтоб соприкосновение было. Соприкасание. Хорошо. И все, пусть лежит. Так, еще пять минут. И сею вот в эти спонжики смесь из трех разных сортов. Болгарского сладкого красного перца. Боже, у меня уже полные подоконники, полные столы под окнами. А это я еще помидоры не сеяла. Кошмар. Все, ребятки, больше я ничего не снимала, потому что занималась уборкой, стиркой. Развешивала, машинка стирала, я снова развешивала и всякое такое. Поэтому я показываю, видео буду на этом заканчивать, показываю, что мы сегодня кушаем на ужин. Супец, который я сварила с фрикаделечками. Мы его с удовольствием поедим. Вот, Лена доест картошку. Это последняя, которую я по-французски готовила. Здесь грибочки, капуста, яйца, перец сладкий, лучок. Ну, короче, все как полагается. Все, ребятки, скоро увидимся. Пока-пока.